Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем наши огласительные беседы. И на прошлой беседе мы говорили с вами о четвертом члене символа веры, который звучит так. «Распятый, гражданый при понтийстве Пилате, истрадавшая, и погребенная». И, конечно, говорили о основах нашей веры, догматических истинах, которые являются непреложными для каждого из нас и указуют нам путь в Царствие Небесное. Ну а сегодня мы с вами продолжаем изучение символа веры и уже будем говорить о пятом члене символа веры, который также очень важен для каждого из нас. И, конечно же, будем с вами рассуждать и говорить об основах символа веры, веры в Господа нашего Иисуса Христа и воскресшего в третий день по Писанию. Догмат воскресения Христова является основным догматом, конечно, нашей веры. И если Христос не воскрес, говорит апостол Павел, то тщетно наша вера и напрасно наше упование. То есть тогда происходит колебание всех основ нашей православной христианской веры. И поэтому, конечно же, на этот догмат веры обращается особое внимание. Воскресение Христово, конечно, Господь воскрес, и о воскресении Христовом пророчествовали древние пророки. И с воскресением Христовым мы сталкиваемся с первых страниц уже Священного Писания Нового Завета. Конечно, воскресение Христово было, есть, и это не какой-то вымысел, а это прямое свидетельство святых апостолов. И мы знаем, что о воскресении Христовом говорится очень многое. И не только в контексте такого, знаете, прямого утверждения, а в контексте некой такой реальности, которая была в это время. Потому что Господь проповедовал на земле, Господь творил великие чудеса, и вдруг великого нашего Господа распяли на кресте, и затем произошло его погребение. Конечно же, ученики разбежались, они были в таком сильнейшем страхе, они боялись всё, и боялись, конечно же, иудеев, боялись книжников, боялись первосвященников. И страха ради иудейска, конечно же, закрывались в горнице сионской, потому что боялись за свою жизнь. И здесь Господь, видя вот такое их колебание, не импером открывает тайну своего воскресения, а тайна воскресения нашего Господа открывается в первую очередь Божией Матери, а затем женам мироносицам, и они, конечно же, видя вот это вот удивительнейшее чудо, которое происходит, они идут и говорят о нём апостолам. Но, к сожалению, Священное Писание описывает нам, что святые апостолы не яша веры, то есть не имели веры, потому что думали, что это вот такое им было явлено призрачное видение. Ну и затем уже, когда уже апостолы сами, апостол Пётр, апостол Иоанн Богослов бежали ко гробу и пришли ко гробу, и настолько это в Священном Писании очень ярко описывается, что ученик, которого любил Господь, Иоанн Богослов I, пришёл ко гробу, потому что он был юн, молод, он, конечно, быстрым шагом и опередил апостола Петра. Апостол Пётр II пришёл, и они увидели, что гроб пуст, что Господь действительно воскрес, тоже пришли и сказали ученикам, и они не имели веры. И затем уже описывается в Священном Писании, как Господь дверями затворенными прошёл сквозь стены ко святым апостолам, и когда они одиннадцать вместе были в Сионской горнице, он явился им и обличал их за неверие их. Такое вот реальное описание Священным Писанием воскресения Христова. Не все апостолы, конечно, собирались вместе, до последней минуты не было апостола Фомы, и здесь Господь уже явился апостолу Фоме после того, как ученики ему сказали, что мы видели воскресшего Господа. Он говорит, я не поверю вам, пока не вложу персты свои в язвы гвоздиные и не вложу персты свои в ребра его прободённые, конечно. И вот апостол не верил до тех пор и мучился, пока не познал воскресшего Господа, пока Господь не явился ему уже в восьмой день по своему воскресению. И, конечно, когда он явился, сказал, Фома, подойди ко мне и вложи персты свои в мои язвы, и он уже и не будет неверен, но будет верен. И тогда он воскликнул, Господь мой Бог, ему уже не было необходимости проверять Господа, потому что он увидел его воочию и, конечно, наполнился сильнейшей верой. И затем, конечно, было явление Господа ямаусским спутникам, которые тоже были в сомнении, были в смущении. Они шли, Лука и Клеопа, на пути в Ямаус, и Господь присоединился им. Они обсуждали воскресение Христовое, думали, как может себе произойти, произошло ли это, и каким образом. И Господь стал обличать их и говорит им, неужели вы не знаете Писание? А вот в Писании же было давно сказано о том, что придет сам Христос и явится, и вот будет его воскресение, и в третий день воскреснет. Да и сам Господь в своей проповеди тоже говорил о своем воскресении и преткновенным образом, и говорил о том, что ему предстоит умереть и в третий день воскреснуть, и приводил некие образы. Конечно же, все это говорило о воскресении. Потом уже, когда они сели в совместную трапезу, и Господь был узнан ими при преломлении хлеба, они, конечно же, обличили себя, пришли, сказали апостолам. И апостолы сказали, что действительно было явление и другим апостолам Господа воскресшего. То есть воскресение Христово — это не какой-то, знаете, факт, который не был подтвержден ничем, он действительно является реальным фактом. И для нас это очень важно, потому что воскресение Христово — это один из основных догматов Церкви. И Господь своей смертью побеждает смерть, упраздняет её, и, конечно, тем самым дарует каждому из нас своё воскресение. Это очень важные моменты. И он утверждается не только утверждением апостолов, которые, как бы можно сказать, были заинтересованы в этом. Вообще книга Священного Писания Нового Завета, конечно, очень важная для нас. Она настолько всё реально описывает эти ситуации. Мы с вами не раз говорили, что Священное Писание — это и есть божественное откровение. Это то, что Господь открывает нам для того, чтобы мы утвердились в вере и пошли спасительным путём. И это очень важно для каждого из нас. И поэтому мы эти знания черпаем из Священного Писания. И то, что Господь там открыл, и то, что реально было совершено им в какой-то определённый момент исторического времени, и то, что совершается вне истории, вне времени, потому что Господь совершает это постоянно для каждого из нас. И, как говорят святые отцы, каждый день и каждую минуту и каждую секунду Господь проливает кровь свою за каждого грешника. И Господь за каждого из нас, конечно, умирает постоянно и, конечно, выводит своим воскресением души наши из ада, открывая для нас двери Царствия Небесного. Но подтверждение ведь идёт не только от святых апостолов, но от тех, кто не любил Господа, от первосвященников и старейшин, которые пошли к Пилату и сказали, «Господин, вот он лжец, он обманщик, он говорил о том, что он в третий день воскреснет, значит, надо поставить стражу». Он говорит, «Поймите вы стражу и поставьте её, и стерегите его, у вас имеется кустодия, то есть печать, вы опечатаете гроб и наблюдаете за ним». И потом уже, когда стражники первые, которые увидели воскресшего Господа, возвестили об этом книжникам, первосвященникам, что его нет во гробе, он воскрес, то они запретили им говорить о том, вот возьмите деньги и скажите, что ученики пришли и украли, а говорят, а что с нами будет, а вы в это время и спали. То есть вот такие свидетельства совершенно реальные, но в то же время они какой-то не соблюдают логику, но на самом деле они свидетельствуют о воскресшем Господе, свидетельствуют о том, что этот факт совершился, а если этот факт совершился, то совершилось самое основное в нашей жизни, что Господь своей смертью побеждает смерть, и, конечно, своим воскресением Он совоскрешает и всякого человека, который верит в Него, ибо верующий в Него не умрёт, но жить будет, ежели и умрёт, то в последний день воскреснет. Конечно же, вот эти слова Господа, они для каждого из нас являются непреложными. Великое чудо, которое тоже связано, опять-таки, с воскресением, это свидетельство о знамениях и чудесах, которые произошли в это время. То есть, опять-таки, мы говорили, что есть свидетельства первосвященников, есть свидетельства книжников, есть свидетельства святых апостолов, а есть и свидетельства о Писании вот того события, которое произошло через природу, и природа сама свидетельствовала о важности этого события воскресения Христова. Ведь какие события произошли? Во-первых, церковная завеса раздрась с нижнего края до верхнего, и было землетрясение, камни распались, тьма бысть по всей земле. И это, конечно, событие вот не только воскрешения, но и смерти Господа было очень страшным. И затем уже, конечно, по его воскресенье произошло такое великое чудо. Чудо — это восстание мертвых из гробов. Помните, когда Лука и Клеопа шли в Ямаус, они говорили, что было землетрясение, камни распались, и о том, что многие мертвые воскресли, святые воскресли, и свидетельствовали о пришествии Мессии, о его спасительном пути. Конечно, кому они об этом говорили? Многие задаются вопросом, кто воскрес в этот день. Конечно, не все мертвые, но святые, говорится о тех, которые были свидетелями своей святости перед людьми. Это те пророки, это те цари, это те священники или первосвященники, которые жили в те времена до пришествия Христова, но душой своей спустились в ад, потому что двери Царствия Небесные были закрыты. Вот в это время они воскресли. Древних времен, последних времен, об этом Священное Писание не говорит. Оно говорит только о факте того, что совершилось. Опять-таки, не говорится о том, кому они явились, кому они не явились, являлись ли они апостолом. Может быть, и не являлись, потому что апостолом являлся сам Господь. И еще 500 мужей были свидетелями явления Господа по своему воскресению, говорит святой апостол Павел. Являлись, может, тем иерусалимлином, которые должны были укрепиться в вере. Все, не все об этом Священное Писание не говорит, но говорит о вот таком сильном свидетельстве о воскресении Господа, потому что это событие, которое не должно было пройти мимо тех людей и тех сердец, которые горели верой и ждали приближения Мессии. Это событие тоже утверждает в нас веру в воскресшего Господа. Конечно, мы говорим о том, что вот еще такой очень интересный вопрос встает перед нами. Если Господь воскрес, то и совоскресил вместе с собой вот тех мертвых, которые восстали из гробов, прикоснулись ли они к смерти? Конечно, может, вопрос такой, который в начале нашего жизненного пути христианского не встает перед нами с одной стороны, но ведь с другой стороны и встает этот вопрос, почему он встает перед нами. Да потому что вот начинаем рассуждать, каждый человек, который соприкасается с основами веры, он начинает рассуждать, а было не было, а как было, а куда делись, а куда ушли вот эти святые? Умерли ли они обратно, вошли ли они обратно во гроб? Нет, конечно же, святые отцы говорят, да, конечно, они вошли во гроб, но явились теми, которые сопровождали Господа на небо, и первыми с Господом вошли в Царствие Небесное, потому что ведь Господь своим сошествием, своим воскресеньем или после своей смерти, Он сходит в ад, сходит в ад и проповедует в аду. А что Он проповедует там, кому проповедует? Он проповедует всем, кто там находился в этой темнице, показывая свою силу, потому что слава на небе, проповедь Его Божества, конечно, была на земле, а вот Его сила, она явлена была в аду. Ад, где твоя сила? Вот, и смерть, где твоя сила? Ад, где твоя победа? Восклицает Священное Писание. Действительно, нет ни силы, ни победы, силы в Господе, а Господь всё разоряет, и Господь разрушает саму смерть. И, конечно, в своей проповеди Он утверждает о тех пророчествах, о той главной заповеди, наверное, которую Господь дал человечеству и первым людям после грехопадения, что придёт семя жены, которая сотрёт голову змея. Вот в этой главной заповеди, в этой главной истине, в этой главной надежде утверждает Господь всех, которые ждали воскресшего Господа, которые имели свою сердечную склонность к этому. Ну и, конечно, они выходят все из ада, слыша проповедь Господа. Проповедь Его, она была наполнена спасением. И вот, когда они узрали спасение, то, конечно же, они все и вошли в рай. Мы говорим о том, что был ли Господь в раю в это время, или только его было сошествие в ад. Но, опять-таки, если мы хорошо читаем Священное Писание, то понимаем, что в это время Господь был и в раю. «Отныне будешь и со мною в раю», — говорит он благоразумному разбоведнику, который исповедует Господа и просит его, говорит, «Помяни меня, Господи, егда приедешь и в отцарстве своем». Да. И когда Господь пришел, а Он сразу же пришел, конечно, и Отцу своему поклонился, потому что об этом тоже свидетельствует Священное Писание, которое, конечно, нас всех, скажем так, утверждает в вере. И это, конечно, удивительные слова, которые говорит нам Священное Писание о воскресении Господа. Господь, опять-таки, воскресением Своим побеждает смерть. Это основа воскресения. Это и даровал нам жизнь вечную. Победа над смертью — это жизнь. Лучше жизни ничего нет. Дороже жизни, в нашей жизни, опять-таки, ничего нет. Поэтому у человека есть постоянные стремления к жизни. Если мы говорим о христианстве, христианство — это не только вера, это не только ограничение, как некоторые рассуждают. Христианство — это утверждение жизни. Это реальность жизни человека. Жизни и временной, и жизни вечной. А самое главное — это вечной жизни. Потому что Господь своим воскресением упраздняет смерть и дает человеку жизнь вечную. То есть утверждает человека вечной жизни. Для нас это тоже очень важно. Но, опять-таки, мы говорим, хорошо, Господь воскрес, Господь победил смерть, а смерть-то присутствует в нашей жизни. Как быть? Как понять тогда? Как соединить всё вот это вот несоединимое в нашей жизни, в реальности нашей жизни? Опять-таки, чтобы рассуждать о всём этом, конечно, мы должны очень быть верующими людьми и проникать в тайны и глубины нашего вероучения и поучения и назидания святых отцов. Без святых отцов мы не сможем понять без глубины познания священного Писания. Опять-таки, для нас это всё будет нереально. Для этого и даётся вера, чтобы мы смогли веру и воспринять. А веру и воспринятие — это не просто воспринять то, что там даётся истинно или не истинно. Верой воспринимается то, что очень хорошо на сердце полагается. А на сердце полагается то, что верой воспринимается. И когда человек углубляется и укореняется в своей вере, он понимает, что каждое слово и каждая истина, которая даётся нам по вере нашей, она является той правдой, на которой и строится наша духовная жизнь. Вот святые отцы говорят о смерти, что есть три смерти. Есть смерть телесная, есть смерть душевная, а есть смерть вечная. И, конечно, каждая смерть, она что-то за собой несёт. Если телесная смерть, это когда душа уходит из тела, и человек становится недвижим, то есть он приходит к смерти. Душевная смерть — это потеря Духа Святаго, когда человек уже живёт без Божьей благодати. Духом Святым всякая душа живится, и чистотой возвышается. То есть без Духа Святаго нет духовной жизни. То есть человек может и жить телесной жизнью, но на самом деле он мёртвый, он бездушный, он уже не живёт той полной жизнью, а живёт только своей телесной жизнью. Ну и вечная смерть — это, конечно, тогда, когда человек отлучается от жизни святых и вычёркивается из книги жизни. Вот святые отцы говорят о том, что две последних смертей упразднил Господь. Он упразднил вечную смерть и упразднил духовную смерть. Две смерти упразднил Господь. Опять-таки мы скажем, а как же Господь упразднил, если мы понимаем, что человек, который живёт без Бога, он умирает, он не прикасается к тому вечному, ради чего Господь пришёл на эту землю, пролил кровь свою божественную. И ведь только человек, когда соединяется с Господом, соединяется с Его спасительным путём, он может только тогда надеяться на то, что он будет и воскрешён вместе с Господом. Но мы знаем о том, что Господь оставил ещё и так же покаяние. Кому простите здесь на земле, тому и опрощен на небе. То есть всякий грех, к которому приобщается человеку и который приводит человека к смерти, этот грех упраздняется Господом. Ведь причиной смерти является грех. Грех приводит человека к смерти. И грехом вошла в эту жизнь смерть. Не было бы греха, не было бы смерти. Человек не был Богом смертным, но он был создан Богом бессмертным. Поэтому грех является причиной нашей смерти. Но когда нет греха, нет и смерти. Есть покаяние, которое очищает человека от греха, значит, нет и смерти. Поэтому пока есть покаяние, через покаяние упраздняется и духовная смерть, и смерть, конечно, вечная. Но ежели человек, конечно, не приносит покаяния, то, конечно, он умирает такой смертью, в том числе и прикасается к вечной смерти. Но остается телесная смерть. Естественно, она является причиной наших страданий. Мы можем говорить, а почему же мы все-таки не прикасаемся сразу к бессмертию? Потому что Господь не случайно упраздняет смерть своей смертью. И нашей телесной смертью упраздняется смерть. Господь именно показывает такой путь. Почему именно? Потому что пока мы по жизни идем в борьбе, то только в конце мы прикасаемся к плодам вот такого божественного подвига. И телесная смерть, она необходима для человека, чтобы человек боролся со грехом, чтобы человек не привязывался к этой земле. Мы сами знаем, если мы привязываемся к земле, то, конечно же, мы не можем от нее никак оторваться. И это очень страшная вещь. Тогда мы не имеем стремления к небу, не имеем стремления к вечности. Об этом мы еще будем с вами впереди говорить, что мы должны иметь стремление к небу, потому что впереди еще будет вознесение Господнем. И Господь этим самым тоже показывает наши внутренние стремления. Это, конечно, не будет борьбы со грехами, не будет борьбы со страстями, не будет борьбы с нашей человеческой гордыней, которая также мешает нам очень сильно жить. И массу таких примеров человеческой гордыни от тех мировых правителей, от Александра Македонского и до последних каких-то вот, даже в том числе ныне живучих правителей, которые думают, что они будут вечно жить, что они преклонили перед собой небо и землю. На самом деле Господь может прервать в любую минуту их мысли. И наблюдая за этим, мы, конечно, начинаем бороться и со своей гордыней, и со своим желанием постоянно привязываться к этой жизни, не стремлением бороться со грехами. Конечно, все это понимание рождается в нашем сердце. Вот поэтому и остается телесное, смерть, некое разлучение, как итог человеческой жизни. И мы помним, как говорят святые отцы, «Помни последнее своё, и вовек не согрешишь». То есть, когда человек помнит о смерти, помнит о том, что будет итог его жизни, то, конечно, он начинает бороться со своими грехами и задумывается, что ему нужно изменить свою жизнь. Вот так Господь показал нам, что смерть мы побеждаем только своей смертью. Как Господь прошёл через смерть и победил её смерть, этим же путём мы идём, но мы побеждаем нашу смерть, конечно же, воскресением нашего Господа, верой в Него, ащу и умрохом со Христом, со Христом и будем. И кто умирает со Христом, тот будет воскрешён им в последний день. То есть, мы обеспечены этой жизнью вечной, но, опять-таки, по вере нашей через таинство покаяния. Вот такой удивительный член символа веры, о котором мы сегодня говорили, и в следующей нашей беседе уже будет следующий член символа веры. Мы потихонечку с вами продолжаем двигаться. Вот. И это не может не радовать нас, потому что перед нами открывается глубина познания нашего вероучения, а вероучение — это ещё раз путь ко спасению. «Верую в Господа нашего Иисуса Христа и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца». Тоже очень глубокий член символа веры, но следующая беседа будет посвящена именно Ему. А сегодня я прощаюсь с вами, дорогие братья и сёстры. Храни вас все Господь, и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»